Рождество у крёстной. Моя крёстная. Знаете ли вы мою крёстную? Она живёт на последнем этаже самого высокого дома в городе. Вдобавок ко всему, дом стоит на горке над речкой. И потому из квартиры крёстной весь город виден как на ладони. К моей крёстной гости часто заходят только за тем, чтобы полюбоваться видом из окна. Правда, у некоторых не хватает духу смотреть вниз с такой высоты. Специально для этих гостей крёстная заваривает успокоительный чай с мятой. Болезливые гости выпивают чашку другого ароматного чая и страх как рукой снимает. Смотрите, смотрите, радостно хлопают они в ладоши, увидав с высоты птичьего полёта улицы и дома. Это же консерватория, а вон там круглая площадь, а вот озеро. Из окон квартиры крёстной видно даже табло главного стадиона города. И можно во время футбольных матчей следить за счётом, не отходя от окна. Поэтому заядные болельщики, если им не повезло с билетами на какой-нибудь супер матч, идут к моей крёстной, чтобы понаблюдать за счётом на табло. Среди знакомых крёстной есть один лётчик с огромным стажем полётов. Для него небо – дом родной, а в городе он что, в каменных джунглях. И если ему случается заплутать, он отыскивает дом крёстной. А это совсем не трудно, ведь он виден отовсюду. И поднимается на её последний этаж, и уже с его высоты может определить свой маршрут по городу. Некоторые считают мою крёстную не такой, как все, именно из-за того, что она живёт так высоко. Эту квартиру она не получила по наследству. Она не выиграла её в лотерее. Она её купила. Отдала деньги немалые за то, чтобы жить на последнем этаже высотного дома. Но моя крёстная только смеётся над такими рассуждениями. Расстроятся высотные дома, но должен же кто-то и на верхних этажах жить, говорит она. Крёстную не пугает даже лифт, который время от времени ломается. Из всего можно извлечь пользу, рассуждает она, поднимаясь к себе по лестнице. Домой попаду, а заодно и потренируюсь. Больше всего эти рассуждения забавляет соседа с первого этажа. Он крепко стоит на земле и считает себя человеком солидным, серьёзным. От тех, кто витает в облаках, не знаешь, чего ожидать. Так он говорит о крёстной. Но она никогда не обижается. Скажу тебе по секрету, дорогая моя девочка, часто говорит мне крёстная. Этот сосед совершенно прав. Я сама не знаю, что от тебя ожидать. Это и вправду от долгого наблюдения за облаками. Они же постоянно меняются. Насмотришься, и какие только фантазии в голову не придут. Дома у крёстной не выводятся пироги и гости. Потому что крёстная считает, что дружить – это самая главная человеческая работа. И как только она управляется со своими делами, тут же зовёт друзей. Всех она поет чаем и кормит пирогами. Потом гости читают стихи, рассказывают сказки, готовят спектакли, рисуют, что-нибудь мастерят. Крёстная все может найти занятие по душе. И я просто убеждена, что никакая она не такая, как все. А думаю я, что она добрая волшебница. И жить под облаками для неё то же самое, что учительница ходить на работу в школу.